Дональд Трамп назвал инцидент со сбитым в Сирии российским Ил-20 очень печальным. Обстоятельства крушения обсуждают сегодня и не только в Вашингтоне, и в Москве, и в Иерусалиме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин руководствуется данными Министерства обороны. В ведомстве есть посекундная, по словам Пескова, информация обо всех полетах на территории Сирии. По его словам, Путин еще во вторник в разговоре с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньягу дал согласие на то, что израильская делегация доставит в Москву свои данные. Катастрофа Ил-20 по-прежнему вызывает массу вопросов. Напомню, самолет сбили в Сирии при возвращении на авиабазу Хмеймим. В российском Минобороны говорили, что отметка Ил-20 на радарах исчезла в ходе атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским наземным объектам. Позже заявили, что самолет сбили ПВО Сирии из зенитного ракетного комплекса советского производства С-200. Но израильские пилоты, утверждали в российском военном ведомстве, подставили Ил-20 под огонь сирийских ПВО. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что ответственность полностью лежит на израильской стороне и Москва это без ответа не оставит. А вот Владимир Путин говорил, что трагедия похожа на цепь трагических случайностей. Вот такое расхождение в оценках. При этом Израиль выражал сожаление, предлагал всестороннюю помощь в расследовании. А в инциденте, говорится в заявлении официального Иерусалима, виновны Сирия, Иран и террористическая организация Хезбаллах. С нами по-прежнему на прямой связи заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко и шеф ближневосточного бюро РТВА Евгений Сова присоединяется к нам сейчас в прямом эфире. И вот первый вопрос Дмитрию Витальевичу, могло ли быть такое, что израильские пилоты заходили на цель под прикрытием Ил-20? Тактика, если я правильно понимаю, с точки зрения вообще военной авиации, вполне себе допустимая. Да, действительно, это вполне, можно сказать, даже классический маневр для атаки. И действительно, израильские пилоты заходили, прикрываясь нашим самолетом. И они действительно подставили, подставили не только Сирию, Россию, они еще подставили своего премьер-министра Нитамина Нетаньяху, потому что явно по его поведению видно, что он не ожидал такого и находится в некоторой шоковой ситуации. Ясно, что Израиль не будет признавать свои вины и будет всячески отнекиваться и приводить какие-то аргументы в свою защиту, но уже видно, что политическое руководство Израиля вертится ужом на сковородке. То есть ситуация очень нестандартная, и она действительно будет требовать тщательного расследования и принятия каких-то соответствующих, возможно, жестких мер. Женя, что говорят по этому поводу в Иерусалиме? Действительно ли из Иерусалима ситуация видится именно под таким углом? Я обращаюсь к шефу Ближневосточного бюро РТВА Евгению Сави. Да, приветствую, коллеги. Во-первых, я не хочу быть человеком, который сейчас оппонирует гостю из Москвы, но хочу сказать, что совершенно иная ситуация здесь в Израиле. Никто никого здесь не подставлял, Тарас. Во-вторых, никто не собирается здесь оправдываться. Наоборот, если бы Израиль считал, что он виновен в этой ситуации, то главком ВВС Микам Норкин завтра утром бы не вылетал в Москву. Новость последних минут, которая сейчас приходит журналистам в Израиле о том, что завтра утром в Москву вылетает довольно многочисленная делегация. Ее возглавит, как я уже сказал, Микам Норкин. Вместе с ним туда отправится, я вот цитирую, перевожу с иврита, отправится глава отдела по внешним связям армии, представители оперативного отдела и военной разведки. Если бы Израиль чувствовал себя виноватым в этой истории, то, я думаю, такого бы контакта завтра в Москве не было. Произошла, как сказал российский президент, я это подчеркиваю, цепь трагической случайности. Более того, если вы обратите внимание на время действий израильских военных в Атаке, оно не соответствует времени, когда пропал Ил-20. Вот эти вопросы завтра будет обсуждать Норкин, израильские военные, с представителями российского генштаба. Дмитрий Витальевич, у меня еще важный вопрос. Почему сирийское командование не знало, что там находится Ил-2? Ил-20. Ил-20, да, прошу прощения. Сирийское командование могло знать, но давайте не будем сравнивать профессионализм израильских военных и профессионализм сирийских, которые в лучшие времена оставляли желать лучшего, а их подготовка. А сейчас понятно, что находится на достаточно самом нижнем уровне. Но хочу заметить, что сам по себе прилет Норкина в Москву и всей этой делегации говорит о том, что Израиль именно пытается любыми путями потушить этот пожар. Потому что пожар реально есть. И как-то нужно эту ситуацию разрешать. Если бы Израиль чувствовал себя во всем правом, ни один бы человек сюда не полетел. Я позволю не согласиться с этим утверждением. Если бы Израиль был бы виноват в этой истории, российская страна не принимала бы такую поставленную израильскую делегацию. Я более того скажу, что каждый раз, когда Нитаниагу летит к Путину, здесь некоторые журналисты в Израиле высказывают подобную оценку, говорят, вот, посмотрите, Нитаниагу летит к Путину, потому что у него нет другого выбора, потому что Путин или представители российского establishment обиделись на Израиль. Нет, я позволю не согласиться с этой оценкой. Контакты между Москвой и Русалимом очень теплые. Три года, во время которых действует Координационный центр, неоднократное количество высокопоставленных военных, включая министра обороны, в том числе в нашем эфире, говорили о той слаженной работе, которая действует между Израилем и Россией. Это не пожар, это трагический инцидент, который нужно расследовать. И израильская сторона со своей стороны предоставляет всю информацию. Заметьте, я почти уверен, что на этих встречах Израиль выложит те секреты, которые, может быть, даже не знает никто сегодня, включая участников многочисленных дискуссий на российских каналах. Нужно понимать, что там произошло. И когда израильтяне предоставят эту информацию, еще раз говорю, если бы они чувствовали себя виноватыми, они, это израильтяне, да, израильские военные, не было бы этой поездки в Москву. Так как израильская сторона за последние сутки сделала очень серьезную работу и, несмотря на то, что в Израиле был судный день, Йом-Кипур и ничего не работало, израильские военные, поверьте, работали, не покладая рук. Предоставили всю информацию. Вот эта информация будет предоставлена российской стороне. А дальше вопросы нужно задавать уже сирийским военным, которые действовали, которые запускали систему ПВО. Мы здесь говорим о том, что Израиль виноват, Израиль не виноват в этой истории. Все эти разговоры о том, что прикрывались, не прикрывались, я не специалист ПВО, поэтому я не хочу спорить, я журналист, в конце концов, и моя задача рассказать то, что говорят в Израиле. В Израиле никто даже не поднимал таких вопросов и не задавался вопросом, а может быть ли такая ситуация, при которой израильские УС прикрывались ИЛ-20. Нет, такой ситуации быть не могло. В Израиле очень болезненно отреагировали на вот эту волну, очень осторожно отмечая то, что российский президент все же попытался потушить вот этот пожар, пожар как раз в России, а не в Израиле, и после этих слов президента было принято решение, был разговор Нитанягу с Путиным накануне судного дня, то есть вчера вечером, и после этого разговора было принято решение, что делегация отправится в Москву. Если бы у российской стороны сегодня, у российского президента, было бы малейшее основание полагать, что израильтяне врут, поверьте мне, этой делегации завтра в Москве бы не было. Дмитрий Витальевич, еще вот буквально, если можно лаконично, ведется ли какая-то радиолокационная разведка? Допустим, в воздухе находится борт, и вот на Земле в этот момент ведется некая радиолокационная разведка, и на борт передают данные, что там вблизи, где-то в вашем расположении находятся какие-то там истребители, находится что-то еще. Ну, в общем, существует ли какая-то система предупреждения о подобных ситуациях Земли? И если да, то почему это в Сирии не сработало, почему экипажу Ил-20 не сообщили? Именно такая система существует, и я думаю, что израильские самолеты, несмотря на полет на предельно малой высоте, были замечены, но достаточно на дальнем расстоянии. Но дело все в том, что у нас с Израилем действительно существовало, и, надеюсь, будет существовать, так называемая горячая линия предупреждения подобных инцидентов. И полет самолетов без предупреждения мог быть воспринят просто как патрульный, тренировочный. Как сказал наш министр обороны Сергей Кужулет Шойгу, а вот не доверять этому человеку ни грамма, никаких сомнений нету, что предупреждение прозвучало за срок менее минуты. То есть да, фактически Израиль предупредил, но предупредил тогда, когда уже это предупреждение никакой роли не играло. И я как человек военный скажу вам, что такие маневры, которые были предприняты израильским ВВС, это маневры именно прикрытия. А если радиолокационный, имею в виду уже со стороны российских военных, ведь если посылают самолет, то с земли какой-то есть радиолокационное сопровождение? Конечно есть, но никто, наверное, скорее всего не ожидал атаки со стороны израильских самолетов. Но с этим разберемся. Я бы хотел моему коллеге сказать насчет возможной позиции нашего политического руководства. Понимаете, главная задача нашей страны это добиться мира в Сирии. И несмотря на все провокации, атаки, бомбежки Сирии, худо-бедно, но Сирия постепенно освобождается от терроризма. Террористы сейчас заперты в достаточно небольших районах. Я бы сказал это одной фразой. Собаки лают, а караван-то идет. Спасибо, Дмитрий Витальевич. С нами на прямой связи был заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Евгений, я прошу еще обсудить одну тему с нами. Я обращаюсь к шефу Ближневосточного бюро Ортевия Евгению Саве. Вот был рассекречен доклад главы МОСАДа Голди Мэйер, давний доклад по поводу начала войны судного дня. Какие новые факты там вскрылись? Почему все-таки Израиль не стал тогда атаковать? Можно ли было как-то сыграть тогда на упреждение? Могла ли та война сложиться по-другому? Ты знаешь, Гарри, это не первый раз, когда публикуются те или иные части доклада. Когда была 40-я годовщина войны судного дня, то есть 5 лет назад, тогда были подробно опубликованы, например, показания, например, министра Голдемейра комиссии «Аграната». Комиссия «Аграната» была создана сразу после войны судного дня, то есть в феврале 1974 года, и именно по итогам выводов этой комиссии Голдемейр тогда и покинул свой пост. Это очень болезненно для израильтян война, при том, что Израиль в итоге все же победил в этой войне, несмотря на такой неожиданный удар арабских стран, тем не менее, сумел восстановить силы. Там много факторов, которые повлияли, это и американская военная помощь, и то, что происходило на фронтах, но тем не менее, в Израиле эта война воспринимается не как победоносная, в отличие от шестидневной войны, а как война, в которой было допущено много ошибок, включая ошибки, конечно же, военной разведки. Теперь, что же касается двух докладов, которые публикуются. Сначала, то есть пять лет назад, когда была 40-ая годовщина, публиковали показания военной разведки, к которым не прислушивался, не прислушивался премьер-министр Голдемейр, сегодня же публикуют о докладе, который был сделан с визомером, то есть главой Моссада Голдемейр, и вот в этом докладе глава Моссада ссылался на высокопоставленного источника, египетского источника, который был приближен к президенту Садату, и в этом же докладе говорилось о том, что война начнется в шесть вечера, хотя она началась в два часа дня, в судный день, 6 октября 1973 года, и утром, в этот же день, министры кабинета израильского приняли, они уже собрались на срочное совещание, и вот на этом совещании выступил в том числе глава Моссада, который, ссылаясь на свой доклад, сказал, что война начнется вечером, а не в два часа дня, а тогда же было предложение армейских руководства израильской армии о том, чтобы нанести превентивный удар, как это было в 67 году, то есть шестидневную войну, но Голдемейр, опять же, по этим докладам, по этим протоколам заседания, сказала, что вторую такую шестидневную войну мир Израилю не позволит, то есть не простит, и поэтому было принято решение не наносить превентивный удар, хотя были все данные о скоплении больших сирийских подразделений на границе с голландскими высотами, я напомню, что голландские высоты тогда уже были под контролем Израиля. Вот эти части доклада, они опубликованы спустя 45 лет, Элизаира, человек, который командовал военной разведкой, он до сих пор жив, ему 90 лет, но он не дает комментариев, никак не выступает в прессе, человек уже в возрасте, и поэтому многие, говоря об этом, я говорю про журналистов, очень осторожно высказываются, понимая, что есть еще все же люди, которые живут среди нас, и которых это может задеть. Но Элизаира заплатил политическую цену, даже не политическую, военную, ему пришлось уйти, Голдемейр потеряла свой пост, Давид Аль-Азар, бывший начальник генштаба, через год с лишним после войны получил инфаркт и умер. Поэтому это тяжелая война в истории, и ошибки той войны, конечно же, потом уже были исправлены в израильском военном командовании. Кстати, вот очень такая параллель между сейчас, о которой мы говорим, между Израилем и Сирией. Тогда, после той войны, после судной войны, когда Сирия и Египет неожиданно напали на Израиль, были сделаны очень серьезные изменения, например, во всем, что касается действий ВВС Израиля в небе, как Ливана, так и Сирии. Потом, во время Первой Ливанской войны, израильские самолеты очень успешно боролись с сирийскими веками, которые поддерживал Советский Союз, там было много советских советников, но вот те успехи в середине 80-х, они во многом основываются на той работе над ошибками, которую в Израильской армии провели после войны судного дня. Спасибо большое, Женя, за, как всегда, тщательный, исчерпывающий анализ. Это был шеф Ближневосточного бюро РТВА Евгений Сова.